Всегда верьте, что ваша жизнь имеет большую ценность, огромную ценность. Вы очень нужны, каждый человек очень нужен в этом мире. От него исходит или победа, или поражение. Если вы чувствуете ценность своей жизни, от вас исходит только победа. И вы будете удачливым человеком в жизни, потому что вы будете дороги Богу. Понимаете, если от вас исходит победа, вы чувствуете, что всё будет хорошо. А чтобы почувствовать, что всё было хорошо, надо для этого что-то делать. И это тоже надо делать. Но если вы чувствуете, что всё будет хорошо, даже чисто теоретически, то это значит, что вы спасаете вокруг себя людей. Потому что единственная проблема в этом мире — это безверие. Когда человек перестал верить в свою жизнь, в свою судьбу, в то, что он сможет справиться, это значит, что он дальше будет идти только под откос. И таких людей очень много. Многие люди заканчивают жизнь под откосом, понимаете, и рождаются потом такими же. Уже с самого рождения они не хотят жить. Это страшно. Поэтому принцип номер один. Видите судьбу, не пугайтесь. А если испугались, приходите в себя. Дальше ничем не надо заниматься. Главное — человеку не падать духом. Это самое главное в жизни. Если вы почувствовали всё, ничего не получается, это значит, что вы разрушаете свою жизнь. В это время не нужно заниматься ничем. Нужно включить голос святого человека, настроиться на него, и дальше с ним повторять молитву. Всё остальное бессмысленно, потому что в это время, когда вы будете повторять молитву и настроитесь на этот звук, в этот момент вы начнёте менять своё ощущение по отношению к событию, которое произошло. Постепенно, со временем, вы почувствуете, может быть, через неделю, каждый день ежедневной молитвы, вы почувствуете, что всё не так плохо. Хотя перед вами стоит полный, так сказать, облом. То есть вас бросили, оставили без денег. То есть вы наедине с безысходностью. Но при этом это всего лишь испытание судьбы. Потому что эта безысходность становится вовсе не безысходностью, а милостью, если человек настраивается совсем иначе. Ещё раз повторяю, любые ситуации, хоть одна женщина с шестью детьми, там нет жилья, ничего нет вообще, настроился на милость, получаешь милость. Настроился на поражение, получаешь поражение. Погибают люди от депрессии, от рака. Дети умирают у депрессивных родителей. Конечно. В этом мире есть страдания, но они начинаются именно с этого, что ты ничего не сможешь сделать. Поэтому настраивайтесь на ту силу, которая даёт возможность что-то сделать. И я вам говорю постоянно на лекции, вы уже прикалываетесь надо мной. Что, типа, что делать? Бегать и молиться. Прикалываетесь, нет проблем. Я согласен с этим. Вот. Просто ещё раз услышьте меня, что в этом мире есть только три силы, которые облегчают человеку возможность воскреснуть Духом. Это природа, добрые люди и храм, или Бог. Есть лично Бог, а есть Его энергии. Его энергиями являются люди и природа. Запомнили? Вот эти три силы воскрешают в человеке возможность жить. То есть человек начинает чувствовать, что у него всё нормально, что он может жить дальше. Вот это самое главное, что нужно понять и почувствовать человеку, который находится в стрессе. И именно после этого, как он почувствовал, что у него всё хорошо, начинается всё хорошо. Запомните, с этого чувства всё начинается. А чтобы почувствовать, что всё хорошо, нужно сражаться за свою жизнь. Как? Гулять по природе, желать всем счастья. Искать добрых людей, общаться с ними. И ходить в храм, думать о Боге, молиться им. Всё. Вот эти три поведения, три способа действовать дают человеку облегчение в сердце. И значит, его жизнь поворачивает в сторону удачи. Потому что по судьбе можно лететь вниз, а можно вверх. Всё зависит от того, куда вы направили свой взор. Если вы считаете, что ничего хорошего, значит, летите вниз. Если считаете всё-таки, что вы сможете победить судьбу, тогда летите вверх. Причём, смотрите, есть два способа считать, что вы поможете победить судьбу. Первый способ. Ничего хорошего. Судьба давит вас, всё рушится. Вы при этом считаете, что вы можете победить судьбу. Эта мысль, она имеет очень большую слабость. Ну, то есть, вы настроены побеждать судьбу, но вас гасит судьба по-чёрному просто. И в это время вы очень слабы. Понимаете, вот загасить вашу веру в том, что всё будет хорошо, это просто секунда. Запомните, в это время есть одно правило, которое вы должны соблюдать. А чтобы его соблюдать, это правило, вы должны этому учиться. Это правило таково. В то время, когда судьба вас мучает, и вы чувствуете, что у вас ваша вера, что всё будет хорошо на волоске, в это время вы должны общаться с теми, кто живёт правильно. И есть разные виды общения. Есть сердечное общение. Когда человек открывает сердце и пытается искренне услышать, что ему говорят. В это время, когда человек так общается, он лучше всего побеждает свою судьбу. Запомнили? Просто отслушание того человека, который его вдохновляет на правильную жизнь. Потому что через этого человека действует Бог в это время. А энергия Бога безгранична. Любая судьба отступает перед Господом. И если человек открыл свои уши правильному человеку, он побеждает судьбу. А если он открыл своему уши неправильному человеку, он проигрывает судьбе. И разница между правильным и неправильным человеком только одна. Неправильный человек гасит вас. Он сеет в ваше сердце чувство, что ничего не получится. А правильный воскрешает. Все. В этом разница. Что они говорят, все что угодно могут говорить. Я говорю о чувстве, которое возникает в сердце. Слушайте. Если чувствуете, хуже становится. Уходите. Допустим, приходит человек. Вы, допустим, тяжело больны. Вы лежите при смерти. У вас нет сил жить. Вам очень тяжело. Приходит близкий человек, допустим, ваш родственник, прямо самый близкий человек. И начинает вам говорить, «Ой, тебе так плохо!» Что ему надо сказать? Слушай, давай-ка иди отсюда. Мне и так плохо. Вот теперь приходит, допустим, ваш знакомый, которому вы не придавали значения, и говорит вам, «А помнишь, мы с тобой в лес ходили? Там птички пели. А помнишь, то есть, помнишь все?» И вы ему говорите, «Ой, останься еще, поговори со мной». И он вам спасет жизнь. Потому что в это время, когда он вам это говорит, в вас входит энергия, которая дает вам силы жить. Вам становится легче, 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 легче. И пошло, и поехало. Понимаете? И так вы можете победить судьбу. То есть вы на грани. Или смерти, или жизни. Послушали тех, кто вас гасит. Все. Ноги дернулись три раза, и хватит. Вот. Послушали того, кто вас вдохновляет, пусть он даже говорит, что это не самое главное в жизни. Вам хочется жить. Вы начали дышать. У вас появились силы. Понимаете, о чем я говорю? Общение является самым главным в жизни человека. И есть такое понятие доверительное общение. Что такое доверительное общение? Это когда вы слушаете человека с верой. Запомните, не слушайте всех подряд с верой. Это очень важно. Если сердце окрыляется, вы меняете свою жизнь, вы чувствуете, что все ясно и понятно, нет никаких заворотов, значит, это истинное знание. Ложное знание чем характеризуется? Оно труднопонимаемое. Человек говорит, что-то говорит, а что он хочет сказать, непонятно. Ложное знание всегда с нажимом идет. Человек пытается его воткнуть в сердце. Ложное знание всегда обескураживает человека и пугает. Оно не окрыляет его. Ложное знание никогда не опирается на Священное Писание, опирается только на самого, на себя человек опирается. Ложное знание не дается тем, у кого есть старший, а тем, кто сам себя старшим считает. И это очень хорошо видно, когда это дается. Ложное знание дается с какой-то корыстной целью, а истинное без всяких целей. Потому что награда за истинное знание – это сам человек, который получил это знание. Самая большая награда – глаза этого человека. Они излучают счастье. И нет никакой необходимости в других наградах в этом случае. Запомните, общение – самое опасное и самое могущественное силы. Поэтому будьте осторожны. Не надо смотреть этот компьютер, в котором вам показывают какие-нибудь там по кабельному телевидению, кабельному, какие-нибудь дефективы, детективы. Не надо это все смотреть. Понимаете, если там будет мура, ну и слава Богу, вы выключите. А если там будет что-то интересное, вы прикуетесь к этому своим сознанием и начнете перенимать судьбу у этих людей. А кто там снимается в этих фильмах, сами понимаете. Понимаете, очень редко, когда фильмы бывают возвышенные, духовные, такие, смотрите, они окрылят вам жизнь. Но это бывает редко, мои дорогие друзья. В основном мы что смотрим? Всякую ахинею. Я говорю вам сейчас серьезные вещи. Если человек приковывается своим сознанием к чему-то, его судьба меняется. Не то, что вы пропитываетесь судьбой другого человека, и теперь его судьбой живете. Нет, не так это все происходит. У нас в судьбе есть три слоя. Есть верхний слой, это слой удачи. Есть средний слой, это слой занятости. И есть нижний слой, это слой разочарования. Запомнили? Вот в судьбе три слоя. И душа имеет право жить в каждом из них. Если она живет в слое удачи, значит все быстро меняется к лучшему. Если она в слое занятости живет, то ни лучше, ни хуже. Все как было, так и осталось. Таким ты был, таким ты и остался. Ну то есть примерно так. А если человек живет в нижнем слое, то будет только хуже, лучше не будет. Так вот запомните, настройку на эти слои жизни человеку дает только другой человек. Это называется близкие отношения. Я не говорю о том, что сексом люди занимаются, хотя это тоже влияет. Это тоже близкие отношения. Но здесь незаконный секс имеется в виду. То есть если ты, допустим, пошел не туда сексом заниматься, не к своей жене, непонятно куда, то тогда ты сквернишься, и тебя судьба опустит вот вниз самый. Но жена так не будет тебя сквернять. Ну то есть другими словами, близкие отношения меняют у души зону ее отношения с судьбой. Судьба одна и та же, но зона разная. Или ты вдохновлен и окрылен, хоть судьба может быть очень тяжелой в это время, но ты вдохновлен и окрылен, и ты побеждаешь ее. Или ты находишься в нижнем среднем слое, и постоянно тебе некогда не на лекцию. Да некогда мне на лекцию. А чем ты там занят? Если тебе на самое главное некогда. Вот. Да непонятно чем. Жизнью занят. И нижний слой – это вообще капец. Нижний слой называется невежество, средний слой называется страсть, а верхний слой называется благость. Нижний слой вот так вот называется примерно. Там тоже знания вам будут давать. Там могут даже вам про судьбу рассказывать в нижнем слое. Но это вас осквернит. Строго, правильно? Тут мы как-то донойте, скажи, Серега рад. А что упал? Да кто от помутнения? Орал не с горя, а до тупения. Теперь донойте пару слов без протокола. Чему нас учит рассказать семья Михола, что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скорее, Серега. Вот он прочтется утром, вы пропрессейте, скорее. Пусть жизнь осудит, кажется что. Пусть жизнь накажет, да? А вы отпустите. Вам же легче будет. Ну чего васиться, раз жизнь осудит. Ведь философию толкает. Тоже может философию толкать. Только кому от этой философии польза? Вот в чем вопрос. Весь вопрос памяти. Ты идешь в храм. Потому что в этот момент, когда ты думаешь, ты разрушаешь свою жизнь. Чем больше думаешь, тем меньше сил. Чем меньше сил, тем больше безнадеги. Чем больше безнадеги, тем больше хищников придут к тебе, раздербанить твою жизнь. Что делать? Иди туда, где побеждают судьбу. Иди на лекцию в храм. Иди, повторяй, желаю всем счастья. Иди куда-нибудь, где люди побеждают судьбу. Иди. Тебе нужны люди сейчас. Потому что они являются передатчиком, переносчиком силы, которая поднимет твое сознание вот из этого нижнего слоя депрессии, верхний слой победы. Иди и слушай, как они поют там в храме. Ты увидишь, как будет меняться твоя жизнь. Ты выйдешь оттуда, тебе легче на сердце встанет. Это не иллюзия. Некоторые говорят, тебя просто успокоилось. Ты просто успокоился, но жизнь другая. Это не просто успокоился. Запомните, в сердце находится судьба. И ты все чувствуешь, что там происходит. Это не иллюзия. Если тебе стало здесь спокойнее, то потом будет просто вторая стадия, означает влияние. Это значит, что близкому человеку, который тебя бросает, тоже станет, ну то есть между вами начнется нормальный диалог. Это вторая стадия. На третьей стадии у него спокойно на сердце встанет. И все. А дальше уже никто никого не бросит. Это значит, победа над судьбой произошла. Вот и все. И если говорить об этом мире, может быть он и в какой-то степени иллюзия, потому что мы все это забудем. Но понимаете, само событие, когда вы побеждаете судьбу, уже не иллюзия, потому что это событие останется с вами навечно. Вы уже запомните, как ее побеждать. И в следующей жизни будете делать только так, точно так же уже по наитию. Вас не надо этому уже обучать. Духовное знание в сердце человека застывает навечно. Оно откладывается. Почему маленький ребенок, если он в прошлой жизни занимался чем-то, он тянется туда, куда... Вот я сейчас... Меня одна женщина подвозила на лекцию, и дочка рядом ее... Захотела тоже на лекцию. Маленькая девочка, там сколько, 4-5 лет. Зачем она захотела на лекцию? Потому что она в прошлой жизни этим занималась. Она работала над собой, развивалась как личная в прошлой жизни. И она говорит, мама, я хочу, бабушка, я хочу с тобой. Бабушка, я хочу с тобой. Почему она хочет с бабушкой? Потому что она это знает уже. Она это знает. И так человек очень быстро находится в своем жизни в следующей. Его не надо сильно учить. Он чувствует, что ему надо. Поэтому все это не является напрасным. Жизнь человека имеет огромную ценность. Если она направлена куда надо. А если нет, тогда в момент ухода из жизни человек будет чувствовать, что он прожил жизнь зря. Такое тоже может быть. Понимаете, само по себе забота о детях, работа, дом, семья. Это все не зря, если это наполнено истиной. Включайте дома духовную музыку фоном. Если близкие не хотят слышать, они еще не готовы, у них сердце не повернуто, тогда включайте в своем ухе. Через ваше ухо они будут слушать, потому что ваше сознание будет им играть эту музыку. Есть музыка сознания, понимаете? Не обязательно слышите своим ухом. Можно рядом с вами находиться, и они будут меняться. Если они не хотят работать над собой, готовьте, когда пищу готовите, думайте о Боге. И еще не просто думайте о Боге, а скажите в своем сердце, я готовила для тебя. То есть не надо говорить, я не для своих родственников готовила, а для тебя. Просто надо сказать, я готовила для тебя. И можете молитву какую-то прочитать для пущей важности, потому что люди боятся без молитвы, думают, Господь не заметит без молитв. Лучше с молитвой. Это называется освященная пища. Освященная пища бывает не только в храме, она бывает дома. И изучайте, какую пищу лучше Богу освящать. Потому что во всех священных писаниях Он говорит, я люблю, когда мне дают листок, плод, цветок, и так далее. Понимаете? Он не любит, когда им дают мясо. Освящайте чистую пищу, кормите своих родственников. Вы думаете, если он не знает, что эта освященная пища ему не поможет? Сейчас рассказывают для тех, кто не считает меня шизофреником. А те, кто считает, могут тоже послушать, поизучать эту тему. У меня есть один знакомый, который, занимаясь духовной практикой, накормил освященной пищей один раз. Но он очень сильно молился над этой пищей. И накормил специально. Он любил этого человека. Это был его друг. Он взял, очень сильно помолился, накормил этой пищей освященной своего друга. Но друг при этом не знал даже, что это освященная пища. Он просто сказал, это какая-то необычная пища. Как-то мне очень приятно сердцу ее есть. Понимаете, я такое два раза в жизни очень сильно испытал. Один раз это было в одном месте, где живет святой человек. То есть я приехал в Индии, есть такой комплекс, с Шри Рангом называется. И в этом комплексе там забальзамированный сидит святой, его зовут Рамануджа Чарри. То есть сидит человек забальзамированный. И он сидит там уже 800 лет. И все 800 лет у него раз в месяц ногти обрезают, когда снимают бальзам. И так этот человек реально там существует. я когда сел рядом с ним помолиться, то каждый звук молитвы в мое сердце начало что-то... Прошло 20 минут и глубже, глубже. Я такой глубины даже не знал, что у меня так глубоко все. И через 20 минут вот это... потом раз и ощущение, что я маленькая, вечная частичка. Такой раз и все. А закончилось, только это знание осталось. И мой друг, который со мной был, у меня, говорит, сердце что-то стучится, что это такое. Вместе молились, я говорю, продолжай дальше, посмотрим, что это такое. Так вот, в этом месте, так как это святое место, оно освящено, вот сила этого святого человека, в этом месте живут священники, которые очень любят людей. И они с этой любовью готовят освященную пищу. Ее продают просто за какие-то гроши, понимаете, которые она не стоит. Это очень вкусная пища, и она меняет сердце, понимаете. То есть ее раздают только... Им ей не торгуют, раздают только жителям этого поселка. И даже никакой рекламы нет. Но мне сказали, что иди с утра, вот в такое-то время, ты получишь там возможность, ну, тебя накормят, и это будет очень дешево, и ты получишь определенный опыт духовный. Ну, я и пошел. Это была простая пища, то есть там на простых листочках, даже не на тарелках, ее раздавали. Я взял эту пищу, сел, прямо на землю, покушать. Все просто очень. Всяк в ресторанах. Рядом со мной сел человек и начал смотреть мне в глаза. Он не ел, он просто смотрел. Я спросил его на английском, вы готовили эту пищу? И он сказал мне, я всю жизнь готовлю эту пищу. Мой отец всю жизнь готовил эту пищу. Мой дед всю жизнь готовил эту пищу. Мой прадед всю жизнь готовил эту пищу. И когда я ел, он смотрел на меня, и у него слезы текли из глаз. А у меня в сердце все переворачивалось, и я просто испытывал такие чувства, которые я никогда в жизни не испытывал. Я просто брал пищу, клал себе в рот. И у меня эта пища шла в сердце, а не в желудок. И после этого у меня такое, вот такое вот произошло. Интересно? А как вот так вот? А потом я поехал в другое место в Индии. И когда на обратном пути мы ездили, неожиданно поезд в этом месте встал на два часа, по-моему. И до этого места было ехать просто 50 минут. А надо было еще забежать в храм, туда забежать и взять эту пищу. Как раз попадало время, когда там ее раздавали. Один раз в день. Это уже так Господь действует. И он мне сказал, ну смотри, ты можешь опоздать на поезд. Можешь попробовать сбегать туда и взять эту пищу. И накормить всех своих друзей. Или сиди в поезде, жди, когда он поедет. И я туда ломанулся. Когда друзья узнали, что я могу опоздать, они просто были в шоке все. Я взял паспорт и... И когда я там с корзинкой этой пищи прибежал в поезд, то он поехал. Я заскочил на подножку. Это была милость Бога. Господь мне показал, что он есть. И после этого мы начали есть эту пищу и раздавать людям. И все люди испытали то же самое чувство, хотя они не видели этого священника. Итак, мои дорогие друзья, я вам рассказываю о том, что реально может поменять жизнь вашего тупого мужа. Как вы считаете? Если вы будете молиться искренне Богу, готовить пищу для Господа, то тогда в этом случае ваш муж испытает чувство, которое потрясающе поменяет его жизнь. И так этот молодой человек покушал такую пищу. А потом мой знакомый видит сон, что его друг приходит к нему с пробитой головой и исковерканной ногой, искореженной, ну как в фильме ужасов. и говорит ему, твоя пища спасла меня. И раз его нет, во сне пришел. Он сразу, когда просыпается, звонит ему по телефону и дозвониться не может. А потом звонит его маме. И мама говорит, мой сын погиб в этом поезде, Сапсан, который шел из Москвы, там, Питер, произошел теракт. И он спросил, а что с ним произошло? Она говорит, ему проломила голову и раздробила ногу. Нормально? Один раз человек поел освященную пищу и получил такой результат, что он пришел специально об этом сказать. Видно, все грехи ему были прощены, раз он так сильно обрадовался в момент своей смерти. Мои дорогие друзья, мы многое не знаем в этом мире, в этой жизни. Понимаете? Поэтому изучайте, учитесь готовить освященную пищу, думайте о Боге, и ваши родственники получат благо. Включайте хотя бы себе в наушник духовную музыку дома, и тогда ваш муж не уйдет от вас. Потому что, воистину, семья разрушается только по одной причине. Когда вот эта чистая, светлая любовь не заходит в сердца людей во время совместной жизни, а она должна заходить. И если она не заходит, люди надоедают друг другу, и семья разваливается. Вопрос только времени. Там 7, 8, 9 лет. За сколько у вас погаснет вот это чувство друг к другу, и вы почувствуете друг друга чужими. Но если вы будете слушать духовную музыку, читать молитву дома, готовить освященную пищу, этого не произойдет. Потому что Господь будет жить в его сердце и совесть вместе с ним. Совесть это и есть Господь сам. А если он уже не ест ничего, когда он не ест, что? Ну не может же он одно мясо есть. Одно мясо есть, это пытка. Мясные блюда, или если выхачка, то смешивайте. Но мясные блюда означают не одно мясо. Ну смешивайте. Освященная пища не оскверняется. Ну с мясом далее все равно она остается освященной. Говорится точно так же, как лотос, он не смачивается водой. Он всегда сухой. Точно так же, как лебедь не смачивается водой. Он всегда сухой. Точно так же освященная пища никогда не оскверняется. Давайте ему только то, что он хочет У меня есть один родственник Он, представляете Моя знакомая Ну тоже родственница Она готовила ему с молитвой И также часть пищи готовила без молитвы Он ел только ту часть пищи Которая была без молитвы А ту, которую с молитвой, не ел Уникальный человек просто Он разделял пищу Ему смешивают пищу Он ест только то, что без молитвы То, что с молитвой не ест Уникальная личность просто Он продолжал готовить ему И пришло время И ему было очень плохо И она ему сделала пирожки Освещенные И он почувствовал, что это Те пирожки, которые ему не надо есть Ему было так плохо Что он говорит Ну что ты мне опять это принесла Она говорит Кушай, мой хороший И он съел Что ему было плохо И после этого начал есть Освещенный пищу Куда деваться С подводной лодки И начал меняться как человек Придет время И все получится Ничего страшного Это тоже все временно Ну есть разные выходы Например, сейчас есть Вот допустим Приведу вам такой пример Ко мне приехал мой родной дядя В гости Ну он как бы Ну что, не буду же Я его там Этими Кормить травкой Травкой, муравкой Ну то есть Я взял ему Нарезал колбасы Дал бутербродик Он такой ест Блин, колбаса вкусная Никогда такой не Я говорю Она освещенная Он говорит А что, ты мясо что ли освещаешь? Я говорю А это не мясо Это, говорит, чистая пшеница Он такой Вот как нас дурят там в магазине Вкус один и тот же, говорит То есть Это колбаса Но она сделана Раньше же В древней культуре Было такое понятнее Хлебное мясо Ну то есть Оказывается Если хлеб вымачивать То оставлять Остается один белок И он по вкусу Как мясо Точно так же То есть мясо Почему человеку хочется Этот вкус? Потому что ему хочется белок Но есть Просто Можно делать колбасу И она продается Такая колбаса Вегетарианская Ребенок Не различит Точно Надо ему Ветербродики делать Из этой вегетарианской Колбасы И все нормально Пускай кушает А эта колбаса Из шпиницы сделана Моя хорошая Я вам сейчас расскажу У меня есть один знакомый Он организовал Целое кафе При институте И в этом кафе Люди приходили Колбасу И сосиски ели И кофе пили И шоколад ели Но там не было Ни кофе Ни шоколада Ни колбасы Ни сосисок Там все было Вегетарианское А где это было? Ну просто так Это И людям очень нравилось Они были счастливы Там есть И они так Им понравилось все Когда они узнали Что это все Без мяса Они конечно удивились Но приходили дальше Есть там Надо говорить Если вас спрашивают Почему вы не едите мясо Надо говорить Сегодня не хочу Будьте скромными Не надо Ни перед кем выпендриваться Запомните В этом мире Есть вещи Которые сильно пугают людей Почему? Потому что Они связаны С разумом Если вы допустим Скажете Я не ем яблоки Никто Вас ничем не спросит Если вы скажете Я не ем Допустим Картошку Никто Об этом не спросит Но если вы скажете Что я не ем мясо Все будут в шоке Почему? На это есть Глубокая причина Объясняю вам ее Причина заключается В том Что Эта пища Она меняет Направленность судьбы И если человек Допустим Я ем мясо А мой близкий не ест В сердце возникает тревога Почему? Потому что Судьба этого человека Пойдет другим руслом И эта тревога Обоснована Обоснована Потому что Очень быстро Они станут разными Эти люди Но у вас есть выбор Вы можете Даже будучи быть разным Вы можете по-доброму Относиться К своим близкому человеку Потому что Воистину Или человек идет Путем гордости Или идет человек Путем любви Допустим Каждый человек Который совершает Какой-то благочестивый поступок Вместе с этим поступком В его сердце Входит также И гордость Ну допустим Человек бросил мясо Прошло 2 месяца И он такой Фу Мясоеды Даже Трупоеды Он говорит И он даже Сидеть рядом С этими людьми Не может Это что такое? Это Гордость Запомнили? Это не то Что он чистоту чувствует Это гордость Просто Потому что Воистину Чистота Это любовь Но в его сердце Нет никакой любви У меня был один друг Такой спортсмен Как бы Боевой такой И он бросил курить Начал слушать лекции Бросил курить И мы разок едем С ним в лифте И в лифт Заходит человек И еще сигарету Он не успел бросить Видно как-то Она дымится Он не курит Просто сигарета дымится И мой друг Он начал краснеть Понимаете У него Очень легкий взгляд У моего друга Он каждый день Бьет морду кому-то Во время спаррингов И у него Очень легкий И добрый взгляд И он этим Очень легким И добрым взглядом Посмотрел На этого дядю И дяденька Он стек в ботинке После этого взгляда Ему не надо было Даже ничего Показывать И говорить Когда этот дяденька Вылетел из лифта Как пробка Из бутылки Шампанского Вот Я его спросил А что ты так Напрягся-то Он говорит Да я уже бросил курить А он меня тут травит Я говорю А почему я не напрягся Он говорит Я не знаю Я ему объяснил Что когда человек Бросил курить Но он не бросил Это в сердце В своем Тогда он На это Очень сильно злится Когда он бросил Это в своем сердце Тогда его Это не сильно парит Понимаете Точно так же И гордость Понимаете Вы допустим Чего-то в жизни Начали делать И вы очень сильно Брезгуете Теми Кто это не делает Это не потому Что вы такие возвышенные А потому что Вас задушила гордость Но если человек Воистину возвышен Он будет по-доброму Относиться К тем Кто чего-то Еще не делает Только по той причине Что люди Еще раз повторяю Нет плохих Или хороших людей Люди просто По-разному Развиты Вот и все Вот собачка Если вас не понимает Вы допустим Лекцию После лекции Моей будете рассказывать Она будет Слушать И делать вид Что она понимает Но она не рубит Как бы Что вы говорите Она просто видит Вашу любовь Ваши эмоции И согласна с этим Что ее любят Все Больше она ничего Не знает об этом Что она плохая Что ли Собачка Или она Дегр Или кто она Нет Она просто так развита Это ее уровень Развития Ну почему тогда Вы людям Не даете право Быть развитыми Настолько Насколько они Развиты Еще раз повторяю Есть ум А есть разум Почувствуйте разницу Человек может быть Доктором наук Академиком Кем угодно Это всего лишь Деятельность ума Любое познание Этого мира Вширь Это деятельность ума Что такое разум Разум Это сила Меняющая жизнь Вот человек Может быть Доктором наук Но он при этом Пьет Курит Изменяет жене Это значит Что у него разум Сильный Нет Это значит Что у него разум Слабый Хотя он может быть Очень крутым С точки зрения Материального знания Понимаете Но разум Это не обычная функция Это функция Меняющая Судьбу Человека И запомните Есть факторы Влияющие Именно на разум И таким фактором Является Также и мясо Допустим Если вы В депрессии Находите И кушаете мясо Вряд ли Из этой депрессии Выйдите Потому что Мясо Оно тянет Вниз Человек Что это Стоит за пища Животное Уходит из жизни И оно Привязано К своему телу Так же Как человек Человек Уходит из жизни Он не может Оторваться От своего тела Какое-то время И животное Так же не может И вы Это тело Кушаете И животное Как о вас Думает В это время А? Животное Думает Запомните Это Животное Думает Оно просто Не может Принимать Решение Животное Думает Вот допустим Киска спит Она такая Спит Да? Это она Думает То есть Она Почему Она не Думает Она Думает Вот допустим Вы Говорите Ты что Наделала Она Мяу Говорит Я больше Так не буду То есть У животных Есть эмоции Чувства Истины Есть Она Как бы Все понимает Но она Не может Менять себя Не может Принимать Решение Не может Волевой Поступок Совершить Она только На страхе Действует Если его Напугать Тогда И на страхе И на Привязанности Допустим Прикормить Она будет Действовать Напугать Будет Действовать Но Объяснить Ему С позиции Здравого Смысла Она не Будет Действовать Поэтому Собаке Не надо Басню Как бы Это А Васька Чем занимался В это Время Он Очень Смиренно Слушал И ел Потому Что Он Васька Он Не Человек Он Не Соображает Да Однозначно Однозначно Да У животных Есть Вот Это Чувство Любви Чувство Любви Собаки Могут Спасать Людей И таких Случаев Миллион То есть Я недавно Узнал О случае Что Маленький Грудной Ребенок То есть Он Родители Ну Непонятно Там Какая-то Ситуация То ли Напились То ли Еще Что-то И он Оказался В прихожей Где Ну Или на улице Даже Где Пошел Снег Маленький Грудной Ребенок И собака Она Легла На этого Ребенка Ее Покрыло Всю Снегом Она Просто Там Как Куча Снега Но Ребенок Остался Жив Она Лежала Пока Они Пришли Искать Ребенка И не Нашли Его Под Ней И он Остался Жив Она Его Согрела Любовь Есть У Всех Даже Когда Вы Почему За цветами Ломанули Вчера Потому Что Вот Это У Цветка Вот Это То Что У Витя Это И Есть Его Любовь А Женщины Рождены Для Любви Поэтому Она Чувствует И Берет Этот Цветок Потому Что От Него Любовь Также Есть У Собаки Запомните Это Любовь Заставляет Собаку Спасать Ребенка Это Не Знание Я Говорю О Знании О Разуме О Принятии Решения Собака Просто Движимо Любовью Спасает Этого Ребенка Вот И Все Любовь Есть Даже У Цветка Хоть Он Себя Не Помнит Есть Три Стадии Жизни Первая Стадия Это Сон Без Сновидений Это Жизнь Растений Они Себя Вообще Не Помнят Ты Веточки У Растений Обрезаешь Оно Еще Лучше Растет Оно Не Чувствует Боли Ты Когда Обрезаешь Оно Чуть Просыпается От Этого Сон Со Сновидением Это Жизнь Животном Теле Животные Чувствуют Боли И Поэтому Их Мясо Наполнено Болью Которую Мы Создали Для Этого Животного А у Растений Не Наполнено В Этому Разница Есть Еще Пробуждающее Сознание Это Жизнь Человека У Человека Есть Три Стадии Развития Пробуждающее Сознание Пробудившее Сознание И Бодрое Сознание Что Такое Пробуждающее Сознание Человек Живет Обычной Человеческой Жизнью Он Работает Учится И так Далее И он Не думает О следующей Жизни Вообще И о Прошлой Он Не думает О том Как Сильно Не Запаривается Как Поступать Он Живет Как Может Это Называется Пробуждающее Сознание Он Может При Этому Учиться В Институте Там Иметь Должность Какую Это Все Пробуждающее Сознание Чем Пробудившееся Сознание Отличается От Пробуждающегося Пробудившимся Сознание Человек Знает Что Есть Совесть Человек Знает Что Есть Прошлая Жизнь Человек Знает Что Будет Будущая Жизнь Человек Знает Что Есть Бог Человек Знает Что Он Должен Жить Для Чего Более Высокого Хотя Жизнь Его Заставляет Жить Для Обыденных Вещей Человек знает, что если он будет жить для Высокого, тогда и остальное всё поможет. Это называется пробудившееся сознание. Человек реально понимает цель человеческой жизни. Пробудившееся сознание. Вот реально понимает. И есть ещё бодрое сознание. У человека бодрое сознание означает «всё мне ясно стало теперь». Понимаете? Ну то есть, когда душа полностью очищается от судьбы или от грехов, судьба перестаёт влиять, только милость Бога остаётся в сердце, судьбы уже нет, только одна милость Бога осталась, всё, судьба вся растворилась. В это время человек начинает сиять, сиять счастьем. Не лампочка вокруг его головы, а счастье, энергии светится. И вот этот человек, который сияет счастьем, называется святой. И одна секунда контакта с таким человеком полностью меняет жизнь. Полностью. И это никогда не забудется, мои дорогие друзья. Ни в следующей жизни, ни в подоследующей. Никогда. И цель человеческой жизни — найти контакт, возможность. Даже если вы думаете, что сейчас на землях святых, хоть это очень большое заблуждение, вы можете взять и начать просто молиться иконе. Запомните, в Ведах написано, что что бы ни обозначало Личность, какой бы предмет его ни обозначал, если вы настраиваетесь на этот предмет, вы, несомненно, контактируете с Личностью. Если в вашей вере не положено как бы настраиваться на икону людей, хорошо, настраивайтесь на Священное Писание, настраивайтесь на имя Бога, и вы получите тот же результат. Понимаете? Поэтому ищите святость в своей жизни. Святость — это и есть сияние Бога. Чем Священное Писание ценно? Тем, что в ней оно пропитано сиянием Бога. Чем святое имя Бога ценно? Тем, что пропитано сиянием Бога. Чем святой человек ценен? Тем, что он пропитан сиянием Бога. Да, человек чувствует это сияние, все печали расходятся, потому что в этом мире есть милость и есть судьба. Милость сильнее судьбы, любовь сильнее судьбы. Самое сильное в этом мире — это любовь. Сильнее любви ничего нет. И самая главная любовь — это любовь к Богу. Когда человек просто вот есть на иконе, святой человек, если вы начинаете ему кланяться, молиться, придет время, вы его почувствуете. А когда его почувствуете, вы поймете, как легко побеждать судьбу. На самом деле надо просто настроиться так, как надо. И все. Хотел бы поговорить особо об ушедших родственниках, людях, близких. Это большая, трудная тема, которую никто не обсуждает. Но эта тема, она дает осадочек на годы в сердце. Давайте поговорим о нескольких вещах. Первое. Что это за осадочек такой? Осадочек — это просто то, что ему сейчас тяжело. Запомнили? Вот вам трудно в сердце? Ушел человек близкий? Трудно в сердце. Я не говорю о том, что вы разлучены, и вам хочется, чтобы он пришел. Я не об этом говорю. Я говорю о камне, который на вас давит. У вас что-то давит сердце на вас. Это его трудность. Он живой. Но когда человек уходит из этой жизни, у него необычная ситуация. Знаете, какая ситуация у него? Когда человек уходит из жизни, то он может быть прощен и пойти вверх. А может пойти в ад. И знаете, от кого это все зависит? Только от его родственников и все. Ну то есть, если они действительно честно жили, если они его любили, то они будут молиться в тот момент, когда уходят. А не плакать. Потому что те, кто нечестно живут, они ноют просто. Но плачет человек, означает, что он ленится, он не хочет молиться. Но если человек молится за родственника, то он побеждает судьбу и окрыляет его счастьем. Еще один способ хитрый такой, не побеждать судьбу, а делать вид, что победил, это прийти в храм и сказать, типа, вы молитесь. Да, вы молитесь, типа, а я вам денежку дам. Знаете, ничего не получится. Помогает. Только вопрос, когда? Если вы молитесь за родственника, у вас не хватает сил. И вы идете в храм и говорите, мне не хватает сил, помогите, тогда будет очень сильно помогать. А если вы делать ничего не хотите, просто отдаете это делать чужим людям, вообще не поможет. Хоть куда вы пришли, не имеет никакого значения. Потому что есть один закон, который вы не знаете. Только через ваше сердце придет ему помощь. А если ваше сердце спит, оно закрыто, как ему придет помощь-то? Через кого? Те люди его не знают. Только через близкие отношения, через ваши нити идет помощь. Но те люди его не знают. Как придет помощь? Поэтому только через вас придет помощь. Поэтому ваше сердце и тянет, и болит. Потому что оно говорит, работай, теперь пришло время трудиться сердцем. Теперь скажешь, а мне это зачем это надо? Ну вот родственник ушел из жизни. А что я вот молюсь, молюсь целыми днями? Пусть все сам молится. Он так меня мучил всю жизнь. Теперь еще молиться за него. Объясняю, зачем вам это надо. Если вы очищаете существование своего родственника, который ушел из жизни, то вы получаете особую милость от Бога. Что это за милость? Когда вы будете уходить из жизни, вам создастся самые идеальные условия для этого. Вы получите самые лучшие возможности очистить свое существование и возвыситься. Ну что это значит идеальные условия? Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, у меня был один знакомый, который ушел из жизни прямо на моих глазах, в святом месте. Ну так раз, и все. Он болел раком четвертой степени, исхудал весь. Когда он уходил из жизни, собралось много людей вокруг. И все они молились искренне. И я видел, как его тонкое тело очистилось, и он сияющий просто пошел вверх. Понимаете? Он ушел в духовную реальность не потому, что он заслужил, хотя он был монахом, всю жизнь жил как монах. И он ушел из жизни где-то лет 45, наверное. Он ушел сияющим, потому что люди молились за него. И я видел, как очищалась его судьба. И она просто просияла, и он пошел вверх. Сияющий. Понимаете? Такова милость людей, которые молились за этого человека. А в частности? Мои хорошие, все зависит от сердца. Вот, допустим, есть три состояния сердца. Первое состояние. Вы чувствуете разлуку с человеком, но когда вы его вспоминаете, этого человека, у вас в сердце благодать Божья. Никогда вы хотите этого человека вернуть к себе, понимаете? Вы не почувствуете реально, что с ним, с этим человеком. Вы почувствуете, когда вы абстрагируетесь от своих желаний, а просто вспомните этого человека. Вот приведу пример, допустим. Парень стоит рядом с девушкой и целуется. Целует ее. Она ему говорит, слушай, тебе нужно мое тело или я? Он говорит, конечно, ты мне нужна. Но тогда почему ты меня не спросишь, как я себя чувствую? Хочу ли я сегодня целоваться или нет? Нет. Понимаете? Чувствуете разницу, да? Что иногда ты как бы наслаждаешься человеком, а на человека тебе наплевать. Вот то же самое происходит и здесь. Ты хочешь человека вернуть, ты плачешь вроде, но ты человека это, вот тебе этот человек реально нужен или нет сейчас? Вот в чем вопрос. Или тебе нужно просто наслаждение, которое ты теперь от него не имеешь. Так вот, если вы забудете о своих переживаниях, а просто, а что с тобой? Почувствуете, подумайте о человеке. То тогда вы почувствуете одну из трех вещей всего. Первое, почувствуете благодать Божью, чистоту в сердце, такую радость из-за этого человека. Память, светлую память о нем почувствуете. Какое-то чистое чувство. Это значит, что он пошел в рай. Значит, за него молиться не надо, он за вас будет молиться. Он стал вашим ангелом-хранителем. Вы теперь, вам повезло, что у вас такой человек рядом с вами жил. Он всегда вас будет тянуть вверх. И в трудную минуту вам будет оказывать помощь, даже если вы об этом не будете просить. И я знаю, даже чувствую таких людей. Есть люди, у которых печать вот этой помощи. Вот у вас такая печать вот женщина. Нет, вот в светлом. У вас, да. И вы даже об этом можете не знать. Например, эта печать идет от отцовской линии. То есть, в отцовской линии у вас был родственник какой-то возвышенный, который до сих пор защищает вас. Может быть, вы даже ничего не знаете о нем. А может быть, и слышали. Не знаете. Не знаете. Вот так вот. Называется ангел-хранитель. Понимаете? То есть, человек имеет помощь свыше, даже если он не знает об этом. Просто потому, что в его семье жил человек, который всю жизнь в молитве отдавал. И пошел к небесам. Небеса. Чистую жизнь прожил. Тишина в студии. Итак, за этого человека не надо молиться. Все в сердце. Легкость, хорошо. Он будет молиться за вас. Второй вариант. Вы вспоминаете человека. Именно не ждете, чтобы он вернулся, а вспоминаете. И в сердце появляется чувство такой разлуки, тоски, что вот почему у тебя нет реакции. Ну, то есть, ощущение такое странное. Как будто он ушел, как будто не ушел. Это значит, что он примет рождение где-то здесь, на земле. и будет где-то здесь жить. За него надо молиться. Потому что перед этим рождением он все равно пройдет в чистилище. То есть, его будут мучить за его поступки. Понятно, да? И следующий вариант. На сердце камень давит вниз. Ощущение безнадеги. Это значит, что человек прожил ужасную жизнь, и он пойдет в ад. Из-за этого человека надо молиться не знаю как. Понимаете? То есть, нужно реально включать свою возможность побеждать судьбу. Молиться за него сильно надо. Сильно означает помнить о Боге, думать о Нем и перед молитвой, и после молитвы. То есть, просто два раза перед молитвой. Это для Него. И дальше забыть о Нем. Потому что, если вы думаете о человеке, а не о Боге, то вы не помогаете Ему. Мешаете себе Ему. Нужно переключиться на Бога, хотя ваша психика будет переключаться на человека. Нужно слушать поэтому те, кто молится, с ними включиться, чтобы вам помогло забыть и думать о Боге, славить Бога. И тогда начнет помогать Ему через ваше сердце. И ваше сердце будет чуть полегче, поменьше камень, потом поменьше. И так будет примерно 4-5 месяцев. примерно. Если вы молитесь там по часу, допустим, в день. Через 5 месяцев сильное облегчение в сердце и чувство. Сначала будет облегчение просто. Может, через 3 месяца облегчение и будет казаться, что не надо молиться. Но камешек все равно есть. Когда надо перестать, когда вот легкость сердца вообще и вы начинаете молиться, и такое чувство, что да не надо, все хорошо. Вот такое, как будто это и не хочется уже. И в это время придет подсказка. Этот человек придет к вам во сне, сияющий, такой счастливый, поблагодарит вас. И дальше он или вверх уйдет, или как-то растворится. Ну, то он будет очень хорошо себя чувствовать. И в каких-то условиях будет, при каких-то обстоятельствах, я не знаю. Но я знаю только одно, что он обязательно даст вам о себе знать, этот человек. он вам покажет, что все у него хорошо. Поднимите руку, кто молился, кто чувствовал камень, у кого пришел родственник, и дал о себе знать. Видите, сколько людей, смотрите, я ничего не придумал. Так что идите этим путем. И как только вы этот путем пройдете, вы получите особую милость от Бога. Особую милость. Ваша жизнь будет защищена благоприятным уходом из этого мира. А это очень важно. Как вы думаете, что важнее рождение, зрелость или старость в жизни человека? Старость. Рождение. Старость. Мои хорошие, важнее всего рождение, потому что кем родился, тем и остался. Первый умный был детина, средний был и так, и ся, третий вовсе был дурак. Поэтому рождение важнее. Человек, который уходит из жизни благодатно, он получает благоприятное рождение. В этом смысл. Поэтому молитесь за своих родственников, чтобы вам потом было хорошо рожаться. Хорошей семье, благородным сознанием, чистой, светлой памятью. Итак, вы запомнили, да, что есть три ощущения в сердце. Ощущение благодати, ощущение жара, присутствия человека или ощущение камня. В случае благодати молиться не обязательно. Можно благодарить человека. Можно даже в этом случае поставить его изображение где-то в квартире. Только в одном случае, когда благодать чувствуете, поставьте его изображение. В остальных случаях не надо его на виду как бы выставлять. Это будет забирать силы от вашей жизни. Понятно, да? Но если благодать Божия идет, тогда можно. Еще знаете, когда можно, когда ушел из жизни маленький ребенок, который еще ничего не сделал. Это всегда одно и то же. Я сколько не видел, одно и то же все. Во-первых, по этому ребенку, по поводу этого ребенка возникает всегда одно и то же чувство. Очень чувство жуткого жжения просто в сердце у родителей. Чувство жуткой потери просто. Вот. И чувство, что он был самым лучшим в их жизни, самым светлым человеком, самым хорошим. И это правда. Потому что на такой короткий промежуток приходят сюда только те, которым чуть-чуть осталось, чуть-чуть не хватило, они приходят на год, на два пожить на земле, а потом идут наверх сразу. И они становятся ангелами-хранителями для этих родителей, которые попали в жертву. То есть обычно такие дети приходят к хорошим людям, они приходят к плохим. Они приходят к религиозным людям, таким серьезным, духовным. И представляете, они родили ребенка, он у них там обжил годик-два и какие-то обстоятельства, он ушел из жизни. Они вау, они не могут это пережить. На самом деле, если бы они посмотрели на него в это время, когда они печалятся, они бы увидели, что он сияющий, красивый и благословляет их постоянно. Если они это увидят, они успокоятся. Понимаете, люди страдают, знаете, почему? В разлуке. Потому что они думают, что разлука есть. Это просто иллюзия. Вот допустим, я вам приведу пример. У меня один из моих наставников ушел из жизни. Он необычный человек, очень возвышенный. Он, когда уходил из жизни, он ушел из жизни в поклоне перед алтарем. Представляете, какая душа. Вот, и когда он ушел из жизни, я узнал об этом через два часа после его ухода. Я, когда его вспомнил, я увидел удивительную вещь. во-первых, его, ну, есть тонкое тело психическое, да, и оно вверх идет у человека. Вверх значит в рай, вниз значит в ад. Никуда не идет, значит, здесь где-то останется. Я сразу как бы начал его тонкое тело пытаться почувствовать, чтобы понять, куда же он ушел, куда он идет. Представляете, у него тонкое тело на моих глазах так, я смотрю, пытаюсь найти тонкое тело, и у него тонкое тело, нету, растворяется и превращается во что в блаженство, просто блаженство такое. Это блаженство мне в сердце такое. Это что значит? это значит, человек ушел в духовную реальность. И я не почувствовал никакой разлуки, и до сих пор не чувствую, как будто он как был рядом, так и остался, никуда не делся. не только с святыми людьми такое чувство, со всеми. Если вы верите, что вы разлучены с близким человеком, будете разлучены. А если вера означает связь. Вот вы, допустим, попробуйте настроиться, вот вы, допустим, были там на курорте где-нибудь, да? Ну, вспомните это время, и вы опять окажетесь чуть-чуть на курорте. А если сильно вспомните, сильно окажетесь. Но если вы точно так же будете помнить человека, то вы не будете с ним вообще разлучены. Конечно, он в следующей жизни забудет вас, но его сердце не забудет. Оно будет связано с вами и будет вам помогать. Сердце означает Господь. Господь хранит родственные связи. Но те, кто рождаются там наверху, они могут помнить и лично помогать. уже там наверху не забывают свои прошлые жизни, внизу забывают. Субтитры